Когда чисто из Москвы в Волгодонск едешь на автобусе, 800 километров проезжаешь, на остановке вас высаживают на полчаса, и ты вот такой стоишь. Скибеди Доб Доб, Мистер Би, Силандер, Сигма. Что это всё такое? Откуда взялись эти мемы? И о чём эти мемы? Сейчас мы прям с вами посмотрим. Разгружайте пальчики, погнали. Канальчик не буди. Скибеди Доб Доб, Мистер Би, Силандер, вот, может, видели в ТикТоках, везде Сигма вылазит. Скибеди Доб, Мем с танцующим мужиком под слова «Шкибеди Доб». Блин, крутой мужик, что-то из Алладина напоминает. Трек, который используется в меме, удивительно тот, так и называется «Дом Дом Ес Ес». Это сингл турецкой музыкальной группы «Бисер Кинг», который вышел в апреле 2022 года. Но ещё перед официальным релизом группа загрузила видео в ТикТок, где исполняют песню вживую. Всё через ТикТок хайпит. Позже этот звук стали использовать в своих кругах. Но, несмотря на этот тренд, трек всё же у многих больше ассоциируется вот с этим танцующим мужиком. Это турецкий ТикТокер Ясин Чингиз. Впервые выложил он под этот звук 8 апреля 2022 года, набрав почти 30 миллионов просмотров. Если я буду вот эти порции плова, как моё лицо каждый день есть, я буду с таким же пузом красиво танцевать. Ну, кстати, ему очень идёт. Может, мне тоже пойдёт? Может, надо вот к этому стремиться, а не в обратную куда-то? Позже он снял ещё целый ряд ТикТоков под эту песню, делая тренд более вирусным. Кто-то даже начал пародировать этого мужика. Позже эти видео начали проникать в англоязычные круги мемов. Вот, например, один из первых. Ну и дальше, как всегда, ремиксы Мошапа и так далее. Это что такое? А, я уже думал, мы следующий мем смотрим. Вот, мистер Бист. Сука, ненавижу этого мужика просто за то, что он бесконечно у меня на главной странице Ютуба. Я всегда смотрел, меня он пугал, и я его никогда не включал. Кстати, блин, а я в нём никогда мистера Бистса не замечал, а вот сейчас вгляделся, и видите, реально, это мистер Бист. Мистер Бист, мем с фейковым мистером Бистом, мистером Бистом из Огайо, ну или просто... Мистер Биист, мем с фейковым мемом. А в чём мем заключается? При 21-м году, когда ещё игра Кальмара была популярна, ютубер Фрэш и канал выложил видео с Кивит Гейм против Мистер Бист, в котором два человека, похожие на Мистер Биста и героя из игры Кальмара, устроили рэп-баттл. Момент из видео был влач... Я вообще не понимал, что он похож, я только сейчас чуть-чуть это заметил. ...видео, когда представляли участников. Причём, сонки Хуна объявили не так эпично, как Мистера Биста. Около его лица даже красный кружочек со стрелочкой при фотошопе-ли, показывая, что видео ироничное. Фейковый Мистер Бист изображал... Нет, это кружочек показывает, что это Мистер Бист! Реальный, настоящий! ...самый первый мем выложили в начале 2022-го года. Это был Мушап с треком из Undertale. Потом сделали ещё несколько подобных видео, но они не особо развирусились. Формат стал наиболее популярным только к концу 2022-го, начало 2023-го года. Позже даже один человек, работавший над видео, поделился оригинальным гринскрином. И это дало ещё большее пространство для создания мемов. Нормально. Сейчас подобное с котом из Шрека делают. Прикольно. Зуландер. Фильм, кстати, хочу этот посмотреть. Я вообще не знал о его существовании. Зуландер. Мем с брутально оборачиваемся с мужиком Сигмой. Ну или просто Оу-ху. Данный фрагмент... Прекрасный фильм, да? Кто смотрел фильм? Давайте по десятибальной шкале скажите оценочку. Адаптировали это как образцовый самец. Мужик с Сигмой взглядом это главный герой Дерек Зуландер. В течение последних лет он считался моделью номер один в мире. Пока однажды на церемонии вручения премии мужчинам-моделям ему дорогу не перешёл его главный конкурент Гензель Макдональд. И не отобрал у него приз. Это комедия большая и жесткая сфера на мир моды, который... Одна тройка. Понял. Образы героев доведены до абсурда. Поэтому они постоянно и ходят с Сигма фейсом и носят какие-то вычурно-яркие костюмы. Кстати... Это же наши. Как это? Как они? Даёшь молодёжь. Тоже были двое. Вот это... Блин, а наши, наверное, из-за этого фильма, да, появились? Сука, сто процентов. Герман и Данила, да. Сука, по-любому наши из них вылупились. Сто процентов. Интересно то, что Зуландеру приходится кооперироваться с Гензелем, чтобы расследовать преступление. В моменте, который люди разобрали на мемы, Зуландер встречается с вглядом с Гензелем. И его лицо принимает растерянный вид, хотя почту... Бля, какой охуенный. ...что он совсем не волнует. Лицо его соперника же, наоборот, выражает уверенность, превосходство и вообще он чувствует себя гигачедом в этот момент. 27 ноября 2022 года этот оторвок перезалили в ТикТок. Набрав 300 тысяч лайков за неделю и дав старт этому мему. Даже рифм получилось. Потом через два дня... Нормально, нормально. ...добавив мышап из треков. Who is she is a perfect girl? Ну и примерно в таком виде мем прижился. Как-то обобщить значение этого мема довольно сложно, потому что уже наделали кучу разных видео, и в каждом из них свой пань. Получилось? В целом, обычно это обыгрывание какой-нибудь забавной ситуации между двумя людьми. Бля, всё, я сменись не могу. Идеально! Кто-то даже пытался повторить сцену из фильма с этим взглядом. Не очень, вообще не очень. И у него не такая эмоция была. Скорее всего, этот мем появился... У него эмоция не такая была. Фу, не похоже. У него тут такой, знаете, взгляд, он типа такой... Он испуган немножко. Он типа такой крутой, но испуган видно. А не такой вот такой, блядь, типа... Ебать, ты чё? Короче, не шарят, чуваки. Не умеют. Скорее всего, этот мем появился на фоне популярности мемов про Сигму. Потому что выражение лиц героев, а точнее нахмуренные брови и вытянутые губы, никак иначе подходили под взгляд Сигмы. Но сами персонажи далеки от Сигмы, потому что изначально это вообще комические герои. Да чисто Сигмы. Не знаю, о чём речь. Что они начали выуживать из фильма и другие атлетики, подходящие под мемы. Одним из таких стала сцена с Гензелем, где он эпично врывается в толпу поклонников, делая трюк в воздухе на самокате. Этот фрагмент начали использовать стреком Пати Пати, известным словами... Нормально. ...по лжи седьмого декабря с подписью «Я, когда девушка постарше на работе, называют меня красивым». О, да! Малина пишет. Кстати, такой формат больше нравится, потому что музыка прикольнее. Позже появились и другие фрагменты, но трек остался и использовался вместе с ними. Один из самых популярных, это где оба героя столкнулись в ночном клубе. Да, мне вообще в нейросеть 4К, как в тиктоке, вылезло. Я охерела с качеством. Просто толкает ключом Дерека. И с иронией извиняется, говоря «Прости, братан». Но Зуландер, не растерявшись, кидает дерзкую ответку. А, вот это откуда, я только понял. Из-за него нос клёвый, мне нравится. В тиктоке был шуткой о вечной борьбе между младшими и старшими братьями. Или сёстрами. Позже мемом начали обыгрывать другие различные ситуации. Например, как Леонель Месси и Мпаппе столкнулись друг с другом перед финалом чемпионата мира 2022 года. Ещё люди начали находить похожие сцены и добавлять туда голоса героев. Например, из атаки китанов. Ну это так. Жёстко. Не, ну нормально, ладно, нормально. Ну и давайте ещё упомянуть несколько фрагментов, которые также довольно часто мелькали в мемах. Зуландер идёт с чемоданом. После поражения Гензелу Даррек Зуландер возвращается домой, чтобы найти родителей и понять, кто он такой. В популярном отрывке герой приезжает в страну угольных шахт на юге Нью-Джерси. Он приезжает в нетипичное для него место, и поэтому создаётся такой забавный контраст. Я после того, как выиграл в споре с мамой, на завод пошёл. Зуландер... Это когда ютуб закроют все блогеры. Брутально шагает в шахте. Деррек всё же воссоединяется с семьёй и идёт работать в шахту. Блин, крутой фильм. Но привычки всё же остаются, и даже работая в шахте, он делает это брутально. Я когда батя попросил взять инструмент для него, я взял не тот. Гензель и Деррек попали на ТВ-шоу. В этом отрывке у героев берут интервью на ТВ-шоу. А после специально для телезрителей, одновременно демонстрируют взгляд Сигмы. Ну и ещё один. Зуландер едет на автомобиль. Мне кажется, почему-то вторая часть говно. Вот первая, наверное, такая клёвая, а потом уже на имени хайповать пытались. В этом моменте главный герой просто пытается забыть о своём поражении. И отдыхает с друзьями, беззаботно катаясь на тачке. Тоже хочу, блин, так с корешами ездить. Кстати, интересный факт. Мемы из фильма «Обрастовый самец» существовали ещё очень давно. А Тёма Фуга. Да, на том стриме, когда мы в женское одевались. И он едет. Блин, и хочу с Фугой опять совместный стрим, только не в женское одеваться, а чтобы стрим моды был. Вот это вообще было бы эпик. На джипе как раз был одним из первых. Самая ранняя пародия на сцену была загружена ещё в ноябре 2005 года с названием «What is the wonder love» под песню «What is love». Позже сцена породила футбольный мем в британских сообществах. И также вдохновила он создание нескольких пародий. В основном в виде гифок. Также, возможно, вы слышали такую крылатую фразу, как «Cool story, bro». Так вот она тоже пошла из этого фильма. «Cool story, Hazel». Спасибо, Олаф. Использовать её начать с 2008 года на форчане. Обобщая сказанное, этот мем можно назвать продолжением Сигмы. Сигма – это сленговый термин, классифицирующий особую группу мужчин. Начнём издалека. Первое появление слова «Сигма» датируется ещё тысячелетием до нашей эры. Ведь это 18-е... Бля, буду тиктоке записывать. На каждую эмоцию запишу отдельный тикток и буду суперзвездой, отвечаю. Буква греческого алфавита, произошедшая от финской буквы «Син». Прописной вариант же использовался и используется в самых... Пересниму, где Дуэн Джонс «Скала» такой сидит на стуле и такой, типа, такой... Ну, такой, типа, слушает. Надо всех переснять. В различных сферах. Начиная от математики и химии, заканчивая простецкими обозначениями двойных звёзд в астрономии. В каталогу снова «Стеллариум дипликум» Фридриха Георгия Вильгима фон Струвен, но нас интересует чуть-чуть другая область. А именно сленг. Наверное, вам знакомы такие понятия, как «альфа», «альфа-самец». Однако, это совершенно никакой не сленг, а реальные термины из биологии. «Альфа» в исследованиях социальных животных обозначает особи самого высокого ранга. «Альфами» могут быть как самцы, так и самки. А также и те, и другие, в зависимости от вида. Некоторых людей тоже описывают как «альфа». Им в большинстве присваивают такие качества, как привлекательность, лидерство, уверенность в себе и так далее. Что же насчёт сигмы? Вообще, в иерархии в системе галлического алфавита после «альфа» идёт бета. Ну а в самом конце логично «омега». «Омега» — это самые слабые и нежизнеспособные самцы или самки. Сигма же стоит примерно ближе к концу. Но в нашем случае на значение это никак не влияет. Сигмы в целом похожи на «альфа». Такие же успешные, брутальные и уверенные в себе. Но, однако, в отличие от «альфа», сигмы молчаливы и мятежны. Им нравится играть по своим правилам. Сигмам не нужно одобрение окружающих. Они не любят шум, всегда спокойны и собраны. Сигмы слишком не похожи на других, чтобы вписываться в какие-либо группы. Короче, молодёжь просто смотрит эти же видео, но делают вид, что они сами знают, откуда-то, что такое сигма. А на самом деле они смотрят эти же видео, но никому не признаются. А мы без стыда смотрим и узнаём вместе с вами. Чи волки-одиночки. Их совершенно не... Потому что мы сигмы, блять, нам похуй, ебать. ...волнуют чужие ожидания. Они вольны нарушать правила и плыть против течения. В большинстве сигмы считаются равными «альфам» в иерархии. Но по своему выбору живут вне этой самой иерархии. Термин «сигма» был подробно описан в статье от 16 мая 2010 года. Под названием «Объяснение сигмы». Снова. В которой было сказано, что сигма — это не просто социальный изгой. А человек, который, несмотря на то, что он якобы социальный изгой, побеждает в социальной игре. Также в статье впервые были приведены примеры персонажей поп-культуры, которых автор считал сигмами. Включая Хэна Соло, Нео и многие роли Клинта Иствуда. Но понятие сигма не сразу стало популярно. А только ближе к 20-м годам. На сайтах начали появляться различные статьи, в которых пояснялось, кто такие сигма и их характерные черты. А на ютубе даже начали появляться тесты. 10 признаков, что вы сигма-самец. Хочу пройти. Найдите мне тест, что я сигма-самец, пожалуйста, на русском. Гмэй. Редчайший тип мужчин. Сначала люди насерьезки рассуждали, являются ли не сигмами. Но позже все это стало высмеиваться. Так нормальный. Началось сейчас поста в Твиттере, где девушка опубликовала несколько картинок со всякой сигмах. Эннио с подписью. Что, черт возьми, происходит с мужчинами? Пост стал вирусным, набрав более 200 тысяч лайков. Многие в комментарии... Сигма прошел бы тест на китайском. Русский, я уверен, по сложности как китайский. Так что нормально. Практически. Где-то рядом. Чрезмерная классификация мужчин. Приписывая иерархию в системе греческого алфавита. Но тут нельзя не согласиться. Ведь кто-то реально проходил тот тест и рассуждал. Блин, нет, я омега. Нет, я сигма. Нет, все же альфа. Позже таким образом появился полноценный мем, который высмеивает Сигму и Хасл культуру. Ему дали название Сигма Мэйл Грайнсет. Словом, Хасл сейчас называют экстремальный трудоголизм. Илона Маска вон его форсил, утверждая, что работает по 80-90 часов в неделю. Но многие стали критиковать такой образ жизни. В том числе иронизировать над гринжовыми и мотивационными картинками. По типу, ты можешь игнорить мои сообщения, но в моих снах ты мать моих троих детей. Мне это чем-то напомнило пацанские цитаты с волками. Сигма Мэйл Грайнсет же примерно означает как склад ума Сигма Самцов. Я никогда не теряю свою девственность, потому что я никогда не проигрываю. Сигма Самец. В инсте начали выкладывать ироничные мотивационные видео с отрывками из фильмов «Американский психопат» и «Бойцовский клуб», подставляя максимально нелепые надписи и просто ужаснейшие советы. Иногда добавлялся текст с воображаемыми диалогами, мыслями альфа-бета и Сигма Самцов. Потом начали появляться природина те тесты на Сигму. Люди уже начали сходить с ума и придумывать свои собственные классификации. Например, 15 признаков, что ты гигантский и запот. Супер редкость. Лучше ли это, чем альфа? Следующим мемом из разряда Сигма стал «Взгляд Сигмы». Вы, наверное, подумали об этом взгляде, но нет. Изначально он был прямой и не улыбчивый. А все пошло от поста твиттера с четырьмя картинками аниме персонажей и подписью «Взгляд Сигмы». Позже туда еще докинули трек «Окей». Не, ну типа перевернули в Сигму смысл, в сарказм всякий юмористический. Ай, пуллап. Все, что я сейчас рассказывал, было до 2022 года. В этом же году Сигма приобрел новые краски. Но для начала давайте разберем... Жоку-моку, вообще, блин, юмора не понимает. Говорит, оправдывается у никчемной, что ли. Сколько примеров фильмов. Как их еще называют «Сигма-фильмы». После просмотра... Это как этот Шелдон в теории «Большого взрыва» сарказм не понимает. Творок типа «Можно стать Сигмой». Самый популярный, это, наверное, американский психопат с Патриком Бэтменом. Этот герой уже... Настоящий Сигма, блядь, точно. Добро пожаловать. Себе это вненько является объектом для мемов. Но если исходить из определения Сигма, то этот персонаж совершенно им не является. В фильме он даже совершает поступки противоположной Сигме. Далее по списку идут такие фильмы, как «Драйв», «Бойцовский клуб», «Таксист» и так далее. Вообще, у разных людей могут быть свои фильмы, которые подходят под их личное определение Сигмы. Что ж, в 2022 году, благодаря ТикТоку, определение Сигмы немного исказилось. Если раньше Сигму высмеивали, то сейчас в мемах это нормальный такой тип, которому еще и выражает уважение. Появился... Да ну, что, реально? Я думал, просто все с рожей, типа, смеются. Ну, чел вот этот, откуда он там? Он все время Сигму эту делает, да и... Мне кажется, все надо такие... О, он бро... О, ебай, такие... О, и все, и все такие... О, и все такие... О, и все такие... Появился вот такой формат, где сначала идет какое-то видео. А далее появляется Сигма Эдит, в котором разные крутые персонажи как бы кидают респект под эпичную музыку. Ну, и следует упомянуть одного тиктокера, значительно поднявшего популярность мема, а именно Арген, который прославился тем, что пародировал выражение лица Патрика... Жесть, откуда он, я забыл? ...бейтмена, изображая Сигму... Из СНГ вроде откуда-то, там он с мистером Бийсом уже записывает тиктоки. Сигму. Посмотрев интервью с ним, я узнал, что он все-таки не совсем позиционирует себя как Сигму, а только слегка походит на него. После него много... Да он просто брови вверх поднимает, и... Почему автор канала думает, что они реально Сигмы? Я не понимаю. И начали пытаться повторять то самое выражение лица. Тиктокер даже туториал выкатил, но я думаю, и без этого вполне легко так сможет. Мне кажется, он так серьезно в тему ушел, что аж, блядь, ну, слишком в реале все это начал представлять. Спасибо, большущая. Вот, ждем продолжения. Ща гляну попозже чуть-чуть. Спасибо, большущая. Таким образом, обобщая все, можно сказать, что слово Сигма прошло довольно длинный путь. Сначала это было серьезное слово, обозначающее суровый характер. Потом его начали высмеивать. Ну и в конце он стал примерно тем, чем был вначале, только намного в более адекватной форме. Да нет! Да, сука, почему он так говорит? Или я старый и не понимаю, что-то. Ну просто мем это и все, конец. Почему? Кто серьезно Сигму воспринимает? Спасибо за просмотр. Палец ставь, колокольчик дожимай. Подписывайся в телегу, если хочешь финансово поддержать выход видосиков и стримы. Бусти. Ссылочка на Бусти тоже в описании. Давай, удачи.